Всем привет! Меня зовут Серпинский Богдан, я основатель консалтингового агентства Секты Развития. Вообще мы начали заниматься этим 5 лет назад. Я учился в БГУ и решил подать документы в Ренхикс, перевестись в Москву, подумал, что будет классно, новое образование, что-то такое более интересное. И меня приняли. Я не ожидал и встал в вопрос резкий о том, чтобы найти деньги на это, потому что намного дороже учеба. Я тогда учился на втором курсе, учился на экономиста и решил, что нужно искать что-то по направлению по-моему. И встретился с молодым человеком, который как раз начинал свою жизнь в сельском хозяйстве. Он решил пойти на государственную программу «Начинающий фермер» тогда была, и ему нужен был бизнес-план. Мы с ним встретились, обсудили, я сказал, что у меня нет опыта, я вообще ничего не знаю, ничего не умею. Но попробую, если получится, то вы мне заплатите. Он такой, класс, прекрасно. Он получил деньги, я написал ему бизнес-план, он получил деньги, расплатился со мной, и я вот так вот нашел деньги себе на обучение. Дальше начал развивать. Нашел большое количество знакомых в государственных учреждениях, в том же министерстве сельского хозяйства. Поездил по районам, познакомился с главами, с некоторыми, получилось у меня с ИКЦ местными, с центрами сельского консультирования. И вот так вот за счет знакомых и так далее меня начали отправлять людей, потому что эти программы идут каждый год. Они каждый год все больше и больше, людей там все больше и больше, участников все больше и больше. И всем нужны бизнес-планы, нужно собрать пакет документов, и это все нужно сделать хорошо, качественно и быстро. Так мы работали на протяжении трех лет, я работал самостоятельно. Потом понял, что у меня просто уже не хватает сил, времени на то, чтобы брать больше заказов, и то есть я был загружен на все 100%. И пришла мысль, что нужен офис, нужны люди. Тогда примерно я нанял Ирина Евгеньевна, это прекрасный специалист, он меня спас, вообще просто освободил, наверное, 80% моего времени. Также начали расширяться в периоды программы, она идет в начале года каждый год. Мы нанимаем временных работников, человек 5-10, которые готовят за нас пакеты документов. Мы работали только по сельскому хозяйству, четко в одном направлении. Сейчас мы поняли, что нужда эта есть и в других направлениях, и в основном в направлениях молодежных, молодежных и социальных. То есть сейчас мы начали заниматься грантами для предпринимателей в младше 25 лет, молодой предприниматель, и помогать людям собирать документы, писать бизнес-план на социальные контракты. Это для субсидия для малоимущих, чтобы начать свое дело, либо найти работу. К нам могут обратиться люди, которые ищут инвестиции, которые хотят начать свое дело, которые имеют свое дело и хотят найти деньги на его расширение. Мы поможем найти субсидии, либо грант, либо каких-то частных инвесторов, для того, чтобы они смогли привлечь капитал и начать либо развить свое дело. Помимо грантов и инвестиций, мы также введем бухгалтерию, в основном для фермеров, потому что для них это сложная вещь. И помогаем с открытием некоммерческих организаций, ООШ, регистрированных на Pay. Спрос зависит от государственных программ поддержки, если говорить о грантах. Потому что чем больше денег выделено из Москвы в наш регион, тем больше будет людей, которые захотят туда пойти. Чем денег меньше выделили, тем людей, конечно, пойдет меньше. То есть это такая волна постоянно, то больше, то меньше. Поэтому мы ищем новые направления, в которых постоянно мы можем работать. То же самое ведение бухгалтерии. Мы работаем круглый год, ведем постоянно. И с каждым годом мы ведем все больше и больше людей. Сейчас мы работаем в основном с фермерами, но потихонечку к нам приходят уже просто индивидуальные предприниматели, которым, естественно, тоже нужна с этим помощь. Потому что это очень важный аспект, на который, к сожалению, многие не уделяют внимания. К нам идут больше по сарафанному радио. Естественно, люди, которые получили с нашей помощью несколько миллионов, они вернутся к нам и будут работать только с нами. Люди, которых мы спасли от долгов по налогам, перекрыли все, что можно было, и сделали это вовремя, конечно, они будут работать с нами, будут советовать нас другим. Поэтому, так как такая конкуренция есть, консалтиковых агентств много, но они в основном аудитом занимаются. Такие сферы, тем более такое узкое направление, как сельское хозяйство, и тем более молодежные предпринимательства. В принципе, им это неинтересно, потому что для них молодые предприниматели – это слишком мелко. Сельское направление слишком узкое и сложно, то есть нужно специалистов надевать. Поэтому мы такую студию выбрали. Везде, в принципе, мы не одни, конечно, но таких как мы мало. Я начинал в студенчестве, и у меня было, по-моему, 100 тысяч, где-то 100-150 тысяч. И мне нужно было заплатить за учебу 370. Я понимал, что либо мне просто где-то еще находить 200-200 с чем-то, либо я вложу эти деньги во что-то и попробую заработать. И, в принципе, все 115 тысяч я, по-моему, вложил, купил программу, «Альтинвестор» называется, для ведения расчетов. И, в принципе, она окупилась с первых-двух-двух заказов и помогла мне заработать на обучение. Так что, в принципе, порог входа у меня получился 100 тысяч. У нас на постоянной основе работает таргетолог, у нас на постоянной основе снимаются новые видео, мы постоянно вкладываем деньги в продвижение. И, вот, также недавно получили грант 500 тысяч, как молодому предпринимателю, 25 лет, мы как раз до 25 лет, если повезло. Да, ну, постоянно ищем средства, чтобы расширяться. Постоянные затраты, они минимальны. То есть, так как работает помощник на проценте, он сам заинтересован в поиске новых людей, в поиске новых проектов, и чем больше зарабатывает он, тем больше зарабатываем мы. Так что, в принципе, постоянные расходы у нас перекрываются. Мы работаем сейчас четко по республике Башкортостан. Вот, в дальнейшем мы планируем уже с этого года начинаем работать с Челябинской области, и так будем потихонечку расширяться вокруг республики, и, наверное, выйдем на всю Россию, будем помогать по всей России. Естественно, будем нанимать новых сотрудников, открывать новые офисы. Хотел бы посоветовать не бояться. В любом случае, вы что-то начнете, и у вас, наверное, процентов 90 ничего не получится. Вот, потом вы снова попробуете, и снова у вас не получится. И так вот вы будете пробовать, и у вас будет не получаться на постоянной основе. Пока что-нибудь не получится. И вот, когда это получится, вы будете счастливы, что вы не остановились на 10-й, на 15-й годах. Так что, берзайте, помешайте.